всем привет мы сегодня готовим самсун я в роли оператора гости будут готовить это видео домашние домашние рецепты будем разговаривать и готовить и так наводим сейчас тесто взяли примерно около литра теплой воды 1 яйцо посолить щепотки 2 и замешиваем обычное простое тесто тесто замешиваем так чтобы оно было очень тугое хорошо вымесить так складываем кулечек пускай отдыхает мы тем временем будем делать начинку и так для начинки взяла полтора килограмма говядины пропустила через мясорубку лук около одного килограмма нарезаем произвольно тонко такими полукольцами затем нужно будет на сковородке растопить сливочное масло я взяла такое обычное кремлевское это нам понадобится когда мы будем катать тесто и так тесто уже готово разделили на две части и начинаем катать в двух союзглубки все умеем в pelos сои зеркалкиваем нюкану перерычагаю и приятной ровная переверну кухон Тесто раскатали, оно должно быть тонкое 1-2 миллиметра, как простынка. Разогретым сливочным маслом поливаем на раскатанное тесто, на эту простынку. Это для того, чтобы было хрустящее тесто. Размазываем тонким слоем. Потом скатываем плотненько трубочкой. Это для того, чтобы тесто получилось как бы слоеное, потуже. Получается такая колбаска. Так, эту улитку оставляем отдыхать скрученную и приступаем к второму кусочку теста. Точно так же раскатываем, поливаем маслом и скручиваем. И затем эту колбаску нарезаем на небольшие кусочки, но шириной примерно 5-4 сантиметра. Получается такое слоеное тесто и лепешки. Теперь этот каждый кусочек раскатываем скалкой. Столб присыпать мукой, чтобы тесто не прилипало. И довольно-таки тонко, примерно 2-3 миллиметра, должны получиться вот такие блинчики. Добавляем в фарш нарезанный лук. Перемешиваем хорошо. Лука должно быть много. Солим, перчим, добавляем все специи, которые вы любите. Это все делаем по вкусу. Пока подготавливали начинку, нужно будет поставить казан на газ, чтобы грелся. И раскладываем фарш на тесто. Как я уже сказала, что казан поставили на газ, он греется. Должен очень хорошо разогреться. Это можно делать и на открытом огне, но нам нужно побыстрее сегодня, поэтому делаем на газу. Количество ингредиентов вы берете столько, сколько вам нужно. У нас сегодня вечером гости, поэтому мы делаем большое количество. А там смотрите уже сами, сколько вам нужно. Получается вот такая красота. Но здесь такие походные условия. В доме еще нет кухни, поэтому все очень просто. Так, все у нас готово, заготовочка. Нужно будет разбить одно яйцо, отделить желток от белка. Здесь уже желток. Здесь белок. Фарш остался. Вот на такое количество теста еще фарш, может быть, чуть меньше половины еще осталось. Это следующая самса. Важный момент, смотрите, берем каждую заготовку, обмакиваем в белке, чуть взбитом, и лепим на стенке казана. Уже очень-очень хорошо разогретого. Нужно будет слегка прижимать к стенкам, чтобы он хорошо прилепился к стенкам. Делайте это аккуратно, потому что казан очень сильно разогретый, чтобы не обжечь руки. Лепить к стенкам казана нужно именно той стороной, где вы сделали шов. То есть, именно этой частью вы обмакиваете в белок и лепите к казану, слегка придавливая. И теперь нужно будет взять желток, который мы отделили от белка, и кисточкой обмазать поверхность самсы. Чтобы была красивая корочка. Самсу заложили в казан, накрываем крышкой. Готовится будет в течение получаса. Каждые 15 минут мы открываем крышку, выпускаем пар, чтобы там ничего не замокло. Огонь делаем маленький. Так, теперь самый важный момент. Так как здесь у нас уже корочка образовалась, и нам надо, чтобы здесь внешняя сторона тоже была золотистой. И нам нужно этот казан перевернуть. Вуаля! Все! И теперь оставляем и поглядываем вниз, чтобы там образовалась корочка. Как только образуется золотистая корочка сверху, мы убираем казан и вытаскиваем. При этом нужно обязательно огонь сделать меньше, очень маленьким оставить, чтобы у вас самса не загорела. Прям минимальный-минимальный огонь. Все! Буквально эта процедура займет минут 5, максимум 10. Если вы делаете самсу в казане, лучше использовать казан не чугунный. То есть у нас есть казан чугунный, но его будет очень сложно перевернуть. Поэтому используйте казан, который сделан из легких сплавов металла. Вот как этот, чтобы удобно было переворачивать его. Все! Прошло буквально 10 минут. Самса готова. Сейчас осторожно просто поддеваете ножиком, и она довольно таки хорошо отлетает. Чем лучше прогрет изначально казан, тем меньше прилипает самса к стенкам казана. Если плохо будет прогрет, то будет сильно прилипать самса к стенкам. Так, в принципе, довольно таки легко отстает. Так как у нас еще фарш остался, завели еще тесто, раскатали. И сделаем его без сливочного масла, как мы первые делали. Масло добавлять не будем. То есть можно делать и без сливочного масла. Еще один вариант приготовления. Также раскатали полотно. Сложили полотно несколько раз. Нарезаем широкие полосы. Затем делим на квадраты. Все. И также раскладываем начинку. В общем, это один из способов приготовления самсы. Лепить самсу можно по-разному, кто как умеет, кому как удобно. Если нет возможности выпекать самсу в казане, можно обойтись просто сковородкой. Разогреваете хорошо. Добавляете немножко масла подсолнечного. Укладываете швом самсу вниз. И ставите на очень медленный огонь. Крышкой не надо накрывать. Минут 10 с одной стороны. Переворачиваете и выпекаете. Также жарите минут 10 с другой стороны. Все. Самса готова. У готовой самсы должна образоваться такая розово-желтая корочка. И уже можно ее есть. Смотрите, какая красота получается. Видео. Серегируем. Смотрите, кingle. Пока. Доволком. Потапож гонки. Трserезая, пусть очень сверху.